МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире православный календарь. Программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Храм в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алдана. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает Ирия Виталий Белико. Православная Церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье, день Пятидесятницы, 50-й день после Пасхи. Праздник входит в число двунадесятых праздников. Праздник в этот день празднует Пятидесятницу или Сошествие Святого Духа на апостолов. Дух Святый по обетованию Спасителя сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что он дал апостолам способности и силу для проповеди Христового учения всем народам. Сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. Храм в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алдана был освящен в 1998 году. Это был праздник для всего города, ведь храм вырастал и украшался на глазах горожан. Сегодня они старожилы прихода. Я самая старая прихожанка этого храма. Еще в 90-е годы не было нашего храма. Еще мы ходили в клуб «Авиатор», там походили. Потом начали строить. И вот такой красивый, величественный храм мы построили. Сегодня этот четырехпрестольный храм. В настоящее время настоятелем является и романах Макарий Золотавин, который вместе с тем и благочины церквей Алданского округа. Храм является главным храмом Алданского района. Действительно, он должен по названию являться примером, образцом той деятельности, молитвенной, богослужебной жизни. И хочется сказать слова благодарности прежде всего, наверное, всем тем прихожанам, добрым людям, которые за 9 лет моего настоятельства действительно для меня являются крепким плечом и настоящим тылом. храм стал опорой и надеждой для многих людей. Никогда не забуду первые числа января 2012 года, когда впервые переступил порог города Алдана, нашего родного храма, когда встретило меня небольшое количество людей, которые очень внимательно, пристально всматривались в нового молодого священника. Конечно, тогда для многих из них я, наверное, вызывал сомнения, потому как маленькая борода, молодой священник. Ну, что можно было, казалось бы, ожидать. Но хочу сказать огромное спасибо за доверие. Вот благодаря этому доверию, благодаря тому, что они поверили в меня, на самом деле мы за эти годы сделали очень многое. Храм возвышается над городом, его золотые купола видны из любой точки. Он словно духовный ориентир. Сегодня на прихрамовой территории вырос духовно-просветительский центр святителя Иннокентия для детей и молодежи. А приход храма помолодел. У нас кадетский класс есть. У нас разные молодежные движения. То есть задача, видимо, я понимаю, отца Макария и нашего архиепископа все-таки молодежь вовлечь. И это получается. Оно не так быстро может быть, но тем не менее получается. Идет омоложение прихода. Сына Симеомна вожжу с трех месяцев. Сейчас он у нас алтарник, служит Господу. Он очень рад. Он каждую службу довольный, бежит в храм. Всегда в каждую службу. Наш храм является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы живем одной семьей, мы радуемся. При храме уже выросло не одно поколение православных. Вчера еще они бегали в воскресную школу, а сегодня спешат на работу в родной храм. Для меня это сейчас самое важное, что в жизни. Я поняла, что все-таки храм – это для меня. Как бы где-то если я в другом месте бы, наверное, начинала свою карьеру, то не было бы такого счастья как бы на душе, близости ко всему. Как бы рада помогать настоятелю храма во всех его начинаниях. Мы познакомились в храме города Алдана, в молодежном православном клубе. До этого, когда я проживал в городе Нерюнгре, я познакомился с отцом Макарием. Также он привозил молодых ребят из Алдана в город Нерюнгре. И там первый раз вообще увидели с Анютой. И мы теперь живем в городе Алдане. И уже женаты три года. У нас двое детей. Воспитать ребенка настоящим человеком нужно подавать правильный пример, чтобы ребенок с детства приобщился к правильным традициям и вере в Бога. Тогда человек становится более уверенным и может идти более спокойным шагом по жизни, что знает, что есть рядом Господь. Храм в честь святых новомучеников и исповедников церкви русской города Алдана собрал вокруг себя православную молодежь. Сегодня здесь, на Алданской земле, уже стали традиционными мероприятия, которые собирают тысячи молодых людей со всей республики. Это православный медиафорум, студенческий съезд и рождественские встречи. Совсем скоро в Алдане будет освящен еще один православный храм. Новости Якутской епархии в режиме онлайн. Осужденные колонии поселения номер два совершили паломническую поездку по православным храмам и монастырям города Якутска. Сотрудники социального отдела Якутской епархии посетили коллекционную школу-интернат. правякутия.ру. Новости православной Якутии. Наша самая популярная рубрика «Идем в храм». На вопросы отвечает Ирия Виталий Береков. Телезрители спрашивают. Зачем нужны венчальные кольца? Венчальные кольца, их более правильно назвать обручальными кольцами, поскольку само чинопоследование обручения происходит перед венчанием, а в древности они происходили задолго до венчания, люди, которые обручались, фактически возлагали эти кольца на безымянные пальцы, скрещивали руки, обещая друг другу верность и хранили эту верность до самого брака. Древний философ Плутарх говорил о том, что кольца одеваются на безымянный палец, который по представлению древних считался пальцем, связанным с сердцем. Таким образом возлагалось это обручальное кольцо на палец, который указывал на само сердце. Буквально как будто бы само сердце обручалось человеку, которому было обещано. Я Елена Слепцова-Тальникова, руководитель управления творческого планирования и организации концертов филармонии Якутии. Для меня чтение Евангелия придает мне силы в преодолении всевозможных жизненных ситуаций, а также понимание и любовь к ближнему. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. С вами был Православный Календарь и Анжелика Тупицына. До встречи!